Сочи расширят границы ТОСов. Такое решение приняли депутаты городского собрания Сочи. Как быть с метрами алкоголя? Сочинские бизнесмены встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей. По улицам Сочи ездит мобильный флюорограф. Сегодня свое здоровье проверили студенты 19-го профтехникума. В Сочи ко дню победы зацветут 18 707 бумажных магнолий. Об этом стало известно на заседании Оргкомитета по подготовке к празднику. Один миллиард рублей на модернизацию медицинского оборудования выделят в следующем году в Краснодарском крае. Об этом накануне на коллегии Министерства здравоохранения в Сочи заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Перед заседанием глава региона посетил перинатальный центр, который не могут достроить уже несколько лет. Подрядчик получил последнее предупреждение. Здесь должно рождаться счастье, но вместо этого стоит строительная техника. Третий год в Сочи не могут сделать новый перинатальный центр. Сдать его в эксплуатацию должны были в апреле прошлого года, но сроки опять перенесли. А губернатора Краснодарского края снова водят по пустым коридорам и показывают распечатанные на бумаге проекты. На первом этаже у нас располагается входная группа. Мы сейчас находимся здесь. Коллеги, вы знаете, вот так не пойдет дальше. Я даже смотреть не хочу вот это, потому что это должно уже быть отполировано. И уже давно первые детишки должны были здесь родиться. А мы все подходим к потертым и уже, знаете, изношенным каких-то плакатикам. Тут не годится. Пошлите, смотрите, реально, почему до сих пор это все не реализовано. Стоимость объекта больше трех с половиной миллиардов рублей. По масштабам сочинский перинатальный центр должен стать вторым в крае после Краснодарского. Но из-за постоянных сложностей у подрядчика это до сих пор лишь планы. Терпеть такое отношение больше никто не будет, предупредил Вениамин Кондратьев. Ровно неделя на принятие решения. Или стройка продолжается, или меняете подрядчик. Деньги в прямом бюджете заложены. Освоить их не можем. Это абсолютно сам по себе. И я еще скажу, освоение само по себе, не сама цель. Реальный результат строительства перинатального центра, который будет введен в эксплуатацию. И все. И когда здесь появятся первые детки, считайте, задачу выполнены. Илья Николаевич, за вами решением. Чего недели. Услышали тоже подрядчик? Завершить строительство глава региона потребовал до конца года. Генподрядчик у нас не продолжает работать в связи с финансовым положением. Для меня неинтересно. Абсолютно неинтересно. И врачам неинтересно. Особенно жителям Сочи неинтересно, почему у них до сих пор нет перинатального центра. Потому что между собой подрядчик и заказчик разобраться не может. Вот и все, что я сегодня вижу. Диагноз в целом всей медицине региона ставили уже на коллегии Минздрава. Основные симптомы недомогания – нехватка врачевских специальностей и частично старое оборудование в больницах и поликлиниках. По программе на модернизацию медицинской техники в следующем году губернатор принял решение дополнительно выделить из бюджета 1 миллиард рублей. Еще 146 миллионов запланировано на строительство офисов врачей общей практики в станицах и поселках. 4 миллиона живет в Тельской местности. Это наша с вами головная боль, как там оказать эту медицинскую помощь, притом качественную. Мы рассказываем, вот войдите в наше положение, а в их положение кто войдет? Кто войдет в положение этих селян, которые по большому счету до последнего, да, они запускают болезни, потому что это так устроено село, потому что у них то посадка, то прополка, то сбор урожая. Мы должны максимально разворачиваться под их график, удобный для них, а не давать им талончик, удобный для нас. Но чтобы врачи поехали работать на село, там должны быть условия. В первую очередь жилье. В Крае будет поддержка в части именно приобретения жилья для молодых врачей? Значит, Веним Иначе, программа «Земский доктор» она на паритетных условиях Федерации Края, она сохраняется и на этот год и будет еще работать, я думаю, несколько лет. Благодаря вам мы в этом году планируем запустить программу уже региональную, миллион рублей жилищный сертификат для 100 врачей в этом году. Таким образом, если в этом году мы только начинаем запускать свою региональную программу, но такого, Веним Иначе, нигде в других регионах нет. Только в прошлом году по программе «Земский доктор» штат сельских врачей увеличился на 525 человек и едут не только из городов Краснодарского края, но и из других регионов России. В течение 8 лет я трудился участковым терапевтом в Алтайском крае. В 2014 году мы с супругой решили переехать на Кубань. На сайте Курганинской ЦРБ была открыта вакансия врача-терапевта. Я созвонился с главным врачом. Условия, которые она порекомендовала, нас устроили. Мы переехали в Курганинск. Деньги в современной системе здравоохранения решают многое, но не все. Не зря говорят, что слово лечит. Венимин Кондратьев затронул наболевшую тему врачебного хамства в больницах и поликлиниках. Люди, которые приходят лечиться, не должны слышать в ответ упреки. Отсутствие этики, профессиональной этики в общении с пациентами. Это уже, ну, мало того, что ничего помочь еще не можем, мы еще и по-хамски разговариваем, говоря по-русски. Каждый такой случай хамского отношения врача к пациенту должен рассматриваться на аттестонной комиссии. И это однозначно должно быть основанием для решения заниматься врачебной деятельностью. По-другому мы порядок не наведем с хамством с этим, с близливостью врачей, безразличием к тем толпам пациентов, которые сидят в поликлиниках. К критической стороне вопроса можно отнести и ситуации, когда врачи, работающие в государственных поликлиниках, предлагают пациентам услуги частных медицинских заведений. При этом иногда даже создают искусственный дефицит услуг, получить которые без очереди, например, можно в платной клинике. За такое отношение к пациенту врач должен быть жестко наказан, уверен губернатор. Врач сидит на определенных часах в поликлинике или в больнице, а потом бежит в эту частную клинику. И вы тоже видите этот способ выжить. Но если тогда не только вы выживаете, вы вокруг себя жизнь создаваете, а не клиентов себе набираете, находясь в муниципальном лечебном учреждении, а потом его в частную, как бы, эту клиентскую базу туда себе переводите. И клиенты, и платные палаты, и в больнице со своими лекарствами целиком, я еще раз подчеркну, и полностью зависит от всех сидящих в этом зале. Или это будет, или этого не будет. Или когда больница, как своя частная лавочка, что хочу, то и врачу. Но вот тут, Евгений Федорович, то есть просто здесь надо жестко вот этих хризивов, в кавычках, этих частных лавочек, просто выгонять. Вот и все. Как бы банально ни звучало, но клятва Гиппократа – главный кодекс любого врача. И нельзя допустить, чтобы система здравоохранения на Кубани превратилась в сферу услуг. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Передвижной флюорограф сегодня доехал до сочинского профессионального техникума. Студенты смогли пройти обследование практически без отрыва от учебного процесса. Вот так выглядит передвижной флюорографический комплекс. Внутри – обычный кабинет, совсем необходимым для проведения обследования оборудованием. Флюорограф Проскан-2000 – это цифровой аппарат. В отличие от пленочного, в этом пациент получает дозу облучения в 20 раз меньше, что позволяет обследовать в первую очередь детей и подростков. Также кабина снабжена системой обогрева и кондиционирования. Все автоматизировано. Кабинет флюорографический на базе КАМАЗа. Мы можем обследовать пациентов даже в труднодоступных местах. Высокие технологии позволяют нам сделать качественные снимки, что делает обследование наиболее достоверным. По краевой программе эту машину 9-я гурбольница получила в декабре. Теперь этот мобильный флюорограф колесит по школам и другим учебным заведениям Сочи, в том числе по отдаленным горным поселкам. На Кубани задумались о создании кроличьей мегафермы. О перспективах альтернативного животноводства сегодня с аграриями в Брюховецком районе говорил губернатор края. Он посетил хозяйство по выращиванию кроликов. Сейчас здесь ежегодно получают полторы тысячи тонн диетического мяса. В планах увеличить производство вдвое. Сколько вы рассчитываете себе ставить окупаемость этого проема? Слез запуска, если мы говорим о запуске, вот сейчас как первой очереди мы остановились, то это в районе пяти лет. Если мы продолжим строительство и после запуска второй очереди, то сокращение пойдет уже около трех лет. Соответственно, необходимость строительства, она четко идет. Чем больше объема сегодня производства, тем быстрее окупаемость проекта. Вот, Андрей Николаевич, в голове это не укладывается у многих. Вот здесь нужно, на самом деле, чтобы дошлось сегодня до наших всех сельхозтоваропроизводителей. То есть, особенно тех, кто хочет заниматься в том числе и животноводством, и в частности кролиководством. То есть, вот здесь, конечно, с вами согласен, что кооперация, она как никогда будет под спорем. То есть, чем бы они больше, тем они сильнее. Конкуренция в целом по России на рынке альтернативного животноводства небольшая. У Краснодарского края есть возможность занять эту нишу. Вениамин Кондратьев также посетил утиную ферму с собственной переработкой. Сочи и Кисловодск предложили соединить короткой трассы. Об этом сообщает российская газета. Росавтодор начал рассматривать варианты строительства прямой автодороги между курортами Черного моря и Северного Кавказа. Такое поручение премьер-министром России Дмитрием Медведевым дано по итогам заседания правительственной комиссии. Предпроектные наработки такой трассы делались еще в 60-х годах, но идею так и не воплотили. Однако модернизация Сочи и горнолыжных курортов Дамбай и Архыз привела к росту турпотока в эти регионы, поэтому возникла необходимость в улучшении транспортной связи между ними. Сегодня дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 километров. Предлагаемый вариант новой четырехполосной дороги протяженностью 334 километра в два раза сокращает время поездки и ее стоимость. Второй альтернативный маршрут между Черкесском и Сочи может составить 273 километра. Частью новой трассы должны стать участки федеральных дорог, а также 14-километровый участок Архыз-Лунная поляна гора Дука и его продолжение длиной 22 километра в направлении населенного пункта Пхия. Росавтодор проанализирует все предложения и представит на рассмотрение Минтранса. В Сочи состоялась сессия городского собрания Сочи. Собственно, состояла она из двух частей. В первой с отчетом выступил глава города Анатолий Пахомов о социально-экономическом развитии Сочи, а во второй части депутаты уже приступили к текущим городским вопросам. Вопросов для рассмотрения было 35, но все они больше касались согласования изменений или приведения их в соответствии с законом. Например, утверждение положения об администрации сельских округов Кудепсинского, Молдовского, Барановского, Кировского и так далее. Изменились также по решению народных избранников границы Советов территориального общественного самоуправления. Появляются новые дома, появляются новые улицы, и они остаются бесхозными. Обращаются жители с тем, чтобы изменили границы территориального общественного совета. И это нужно делать постоянно, для того, чтобы у нас не получилось, что на выборы люди приходят, а их нет в списках. Не внесены дома и целые улицы не внесены. То есть это очень серьезный вопрос, его нужно постоянно держать на контроле. Проголосовали депутаты за передачу земельного участка, на котором расположен храм нерукотворного образа Христа Спасителя, так называемый Олимпийский, из муниципальной собственности в Краевую. В безвозмездное пользование переданы некоторые муниципальные нежилые помещения. Такое выделили, например, некоммерческой организации стандарты социального питания. Часть вопросов касалась внутренней работы депутатского корпуса. Приводили в соответствии муниципальные должности депутатов. Мы приводили в порядок рассмотрения обращений граждан в связи с 59-м законом. Мы разработали положение о рассмотрении протестов прокурора. Мы рассмотрели протесты, порядок протестов прокурора, как мы это будем рассматривать в аппарате в своем. У нас до этого не было таких документов. Протест прокурора коснулся положения департамента городского хозяйства, правил благоустройства и санитарного содержания города. Рассмотрен перечень поручений от граждан по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета и его корректировка. Кстати, на этой сессии были также внесены изменения в бюджет города в части увеличения доходной и расходной части. В связи с выделением денег на ремонт дорог, строительство школы на Мамайке, строительство газопровода и мероприятиями, связанными с ФИФА. Одним словом, произошло перераспределение средств. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские бизнесмены сегодня встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком. Темой встречи стали новые правила продажи алкогольной продукции, которые планируют ввести летом, а точнее изменения алкогольной дистанции с 15-25 метров до 50-100-300 и в 500 в зависимости от категории объекта, будь то школа, детский сад, поликлиника или стоматологический кабинет, например. Даже если 100 метров мы берем, то у нас получается около 800 организаций вылетают из этого списка. А это не только торговля, а это общественное питание, рестораны, бары и так далее. На грани закрытия, считают бизнесмены, могут оказаться сотни предприятий, торгующих алкоголем с лицензией. Ну а теневой бизнес может выйти на первый план, вырастет оборот нелегального алкоголя. Кроме того, город по приблизительным подсчетам сможет недополучить бюджет около 30 миллионов рублей в виде налогов. Торгово-промышленная палата уже провела три встречи с бизнесменами. На очередную пригласили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Если раньше принималось сверху в администрации края метры и так далее, то сегодня процедура идет по муниципальному образованию. У нас в отдаленных территориях, в крае, есть позиция глав муниципальных образований 300 метров объективно. Мы понимаем, что где-то будет закрываться этот бизнес. Но такие решения принимаются только в том случае, если будет замещение предпринимателю, его затрата. А именно, то есть предоставление субсидиарной поддержки, разработка совместных бизнес-планов. Сучинские бизнесмены намерены отстаивать свои права. Они приняли хартию о торговле алкогольной продукцией предприятиями и организациями Сочи. В ней отражены основные принципы ответственного ведения бизнеса в сфере реализации алкоголя на территории города. А именно, не продавать алкоголь несовершеннолетним, установить систему видеонаблюдения в торговых точках, размещать антиалкогольную рекламу и другие. Завтра этот же вопрос будет рассмотрен в повестке Дня координационного совета при главе города. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В ночь с четверга на пятницу воды не будет в нескольких районах Сочи. Причина – плановые работы на водозаборе и насосной станции «Пасечная». С 10 вечера четверга до 13 часов пятницы водоснабжение будет отключено на улицах Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Цурюпы, Бамбуковая, Плеханова, Инжирная, Крымская, Волжская, Полтавская, Ландышевая, Анапская, Яблочная, Целинная, Переулках, Чехова, Строительный, Пасечный, Рахманинова и Теневой. Также с 10 вечера четверга, но до 10 утра пятницы воды не будет на улицах Гагарина, Чайковского, Цветном бульваре, Новоселов, Донская, Красноармейская, Переулках, Рабочий, Ривьерский, Гуковский и Хлебозаводской. Возможно понижение давления вплоть до полного отсутствия воды на улицах Туапсинская, Невская, Титова, Трунова, Параллельная, Одесская, Островского и Новогинская. Сочи начал подготовку к празднованию 72-летия победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на первом заседании оргкомитета под председательством главы города были озвучены новые проекты и мероприятия. Как обычно, настроение перед празднованием 9 мая задают георгиевские ленты. Их раздача в Сочи начнется 25 апреля. С 1 же мая и вплоть до самого дня победы на курорте пройдут десятки мероприятий. Только массовых – 46. Большинство из них новые для города и акцент члены оргкомитета делают на креативность. В любом случае, подчеркивает Анатолий Пахомов, рассчитаны они должны быть не только на участников войны, но и на молодежь. Участие в акциях патриотического характера сегодня больше необходимо подрастающему поколению. Что же касается ветеранов и приравненным к ним категориям граждан, а их в Сочи на сегодняшний день 4092 человека, то для них необходимо организовать мероприятие с пользой не только для души, но и для здоровья. Это акции поликлиника на дому, санаторно-курортное оздоровление. По просьбе главы города более 40 здравниц уже выделили почти 200 путевок. А еще в домах участников ветеранов войны и дружников тыла власти готовы организовать ремонтные работы. В школах, классах нужно продолжить практику волонтерской помощи этим людям. Надо посмотреть квартиры, их дома, по районам, главам районам поручения дать, чтобы была сформирована эта адресная программа, помощи. Время пока еще есть, апрель, но очень мало, очень мало. Поэтому оперативно уже в первой декаде апреля нам надо встретиться со строителями, строителям дать адреса. Нам нужно определить те меры, которые пойдут на пользу нашим ветеранам и те меры, которые действительно будут восприняты новым поколением. Поручения и обязательства есть у каждого управления администрации города. Отрасль торговли отвечает за продуктовые корзины и полевые кухни. Управление городского хозяйства займется облагораживанием и реконструкцией памятных мест. На департаменте молодежной политики флэш-мобы с песнями военных лет. А вот, к примеру, вся отрасль образования, помимо всего прочего, готовит акцию своими руками. 9 мая путь к мемориалу украсят 18 707 белых бумажных магнолий. Именно столько сочинцев ушло на войну в 41-м. Иным в этом году будет и оформление городских улиц. Их украсят с учетом пожеланий жителей. Сочинские полицейские провели для школьников урок мужества. Более 50 учеников посетили отдел полиции по Хостинскому району. Их ждала экскурсия в Музей истории органов внутренних дел, выставка вооружения и спортивные состязания. Кроме действующих сотрудников полиции, на уроке мужества присутствовали члены общественного совета при УВД и ветераны службы. Выступая перед школьниками, они рассказали об истории сочинской милиции, примерах мужества и героизма. Наибольший интерес у школьников вызвала лекция об истории создания и технических характеристиках российского оружия. Подросткам разрешили подержать в руках образцы табельного автоматического специального вооружения и примерить экипировку сотрудников спецподразделений. В заключении показали бронетехнику и позволили посидеть в кабине спецавтомобиля «Тигр». В Сочи сто лет назад окунуться в захватывающий сюжет, происходящий на улицах курорта, предложил всем читателям историк, член Союза писателей России Иван Любенко. Сегодня в библиотеке имени Пушкина прошла творческая встреча. Автор родом из Ставрополя пишет давно и много, а называют его чаще мастером исторического детектива. Здесь он рассказал о своем новом романе под названием «Сочи-1913». Ивана Любенко представила сочинским читателям писательница Валентина Мельникова. А сам автор книги о Сочи, в которой рассказывается о событиях начала 20 века, уточнил, что именно в этот день, год назад, он слушал на отдыхе в Сочи лекцию краеведа Дмитрия Кривошапка. И это вдохновило его на написание новой книги. В Сочи в то время полицейское управление возглавлял бывший ставропольский начальник церковной полиции, который в Сочи был славен тем, что не брал взяток и наводил такой порядок. Собственно, вся преступность его опасалась. И роман начинается с Ставрополя, а переходит в Сочи. Книга уже продается в магазинах города. И автор приглашает всех сочинцев и гостей курорта окунуться в историю. Сама по себе заявленная автором тема Сочи 1913 года, она сама по себе интересна. Поэтому всплеск такого вот интереса к этой книге. И тем более удивительно познакомиться с такими признанными мастерами политического и исторического детектива. Те, кто уже прочитал роман, признаются, она отчетливо передает не только дух того времени, но и речь сочинцев, живущих на курорте в 1913 году. Гелена Австецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на сегодня это все новости. Их уже можно найти на нашем сайте fkt.com. А в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.